В этом году ресурсоснабжающая организация Чебоксар модернизирует объекты коммунальной инфраструктуры города более чем на 350 миллионов рублей. Реконструкцию и строительство сетей обсуждали на еженедельном совещании в столичной администрации. В Чебоксарах инвестиционные и ремонтные программы реализуют два муниципальных предприятия. Водоканал разработал развитие систем водоснабжения и водоотведения до 2023 года. В Чебоксарские городские электрические сети подготовили инвестпрограмму прошлой осенью и она рассчитана на ближайшие пять лет. Средства на обновление коммунальной инфраструктуры предусмотрены в тарифах для населения. Сюда же входит плата за подключение к сетям и вложения за счет прибыли. В прошлом году водоканал направил на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения почти 250 миллионов рублей. В этом планируется выделить еще примерно столько же. Будет заменено 12 километров водопроводных и километр канализационных сетей, построены 3 километра труб и реконструированы две насосные станции. По словам директора предприятия, благодаря участию в федеральном проекте, Чебоксары первыми в Поволжье прекратили сброс неочищенных сточных вод в Волгу. В конце 2021 года в рамках реализации проекта развития системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации было подписано два контракта на сумму 2,8 миллиарда рублей. Это реконструкция 14 канализационных насосных станций с полной их диспетчеризацией и реконструкцией участка загорного коллектора. В этом году водоканал также планирует вступить в федеральные и международные программы. Для этого заранее подготовят проектно-сметную документацию на реконструкцию магистральных водоводов и коллекторов. Кроме того, сейчас ждут заключения экспертов по документации очистной станции на сумму свыше 2 миллиардов рублей, чтобы попасть в программу развития застроенных территорий. Что касается линий и объектов электроснабжения, то в прошлом году на их обновление Чебоксарские городские электрические сети выделило почти 30 миллионов рублей. В текущем планируют направить гораздо больше средств, свыше 100 миллионов. Будет выполнена реконструкция трех объектов и строительство новых трех объектов. Также будут установлены интеллектуальные приборы учета электрической энергии и система дистанционного сбора и обработки данной информации. Продолжение следует... Продолжение следует...